И уважаемые депутаты, вынуждены обратиться с следующим обращением к вам на сессии, поскольку это относится к исключительно компетенции самой сессии. Вчера на комитете единогласно против, комитет проголосовал против рекомендации на должность мирового суди судебного участка номер 119 в Рыбинском районе Красноярского края Елисеенко Ивана Александровича. Последний рабочий день данного судьи 29 октября 2021 года, то есть завтра, день комсомола. Три судебных участка остаются без судей, поэтому настоятельно бы просил вернуться к вопросу рассмотрения именно сессии, чтобы легитимна была возможность судебной системы тогда отвезти этого мирового судью и другого судью назначить. Обратил бы внимание, что сейчас в производстве этого мирового судьи в общей сложности на трех судебных участках 600 дел. В лучшем случае они будут рассмотрены в декабре месяце. С учетом того, что необходимо назначить, назначение произойдет не автоматически, у того суди, которого назначим, это будет с другого района, может быть даже с города. Пока он приедет туда, все переназначение состоится только в декабре, ну и рассмотрение только в декабре, это в лучшем случае. Олег Геннадьевич. Все документы были предоставлены в установленные сроки и законном порядке. При хорошем раскладе, эквалиционная коллегия 23 июля состоялась, документы представили и рассмотрение состоялось либо в августе, либо в сентябре. Этого не могло произойти по объективным причинам. Сегодня последний день. Уважаемый Олег Геннадьевич, как председатель комитета хочу обратить ваше внимание, что эта компетенция законодательного собрания принимает решение о назначении мировых судей. Ни о каком нарушении закона в данном случае не идет. Я понимаю, что есть обстоятельства, в первую очередь день комсомола, из-за которых мы должны срочно принять решение прямо сейчас. Тем не менее, очень внимательно рассмотрев кандидатуру, комитет, если я не ошибаюсь, единогласно пришел к мнению, что в биографии, в действиях самых близких родственников господина Елисеенко есть достаточно оснований усомниться в том, что он будет соответствовать моральному облику высокого звания судьи. Мы не хотели сегодня на сессии рассматривать этот вопрос. Он деликатный. Но если речь и вопрос ставится таким образом, на следующей сессии мы персонально рассмотрим Елисеенко со всеми подробностями биографии и примем это решение. Возможно, его нужно будет пригласить на сессию, если вопрос ставится таким образом. То, что есть технические и, понятно, процедурные проблемы в связи с этим решением, не является причиной для того, чтобы комитет изменил свое мнение. Это мое мнение как председателя комитета. Позволите? А можно я уточню, Олег Геннадьевич? Вы предлагаете сессии рассмотреть тем не менее его кандидатуру? Потому что это исключительно компетенция самой сессии. А можем мы уточнить тогда у пар коллег? И у меня красное пояснение. Есть ли у нас возможность в принципе сейчас вернуться к этому вопросу в таком виде? Да, правовая возможность есть, конечно. Все необходимые документы представлены. Надо иметь в виду, что решение комитета здесь отложить рассмотрение этой кандидатуры. Ну, заседание может рассмотреть ее, конечно. Я хочу обратить внимание докладчика на то, что если мы отклоним эту кандидатуру, вот если она будет отложена, может быть когда-нибудь сессия к ней вернется. Если сейчас мы ее отклоним, ну, наверное, тогда уже судейскому сообществу в любом случае придется на это место искать более достойного человека, который не будет вызывать вопросов. И хочу сказать, что я вот имел, наверное, несчастье в последний год несколько раз сталкиваться с мировыми судьями. Ну, я хочу сказать, что я в шоке просто как человек с юридическим образованием и имеющий в прошлом большую юридическую практику. У меня волосы стали дыбом от того, как судья по фамилии Артюхова, например, вела и по форме процесс, и по содержанию выносила решения. И потом эти решения пересматривались в апелляционной, в кассационной инстанции. Поэтому у нас же цель не просто вакансию заполнить, а человек же будет чужими судьбами распоряжаться. Поэтому это не просто формальный какой-то вопрос. Илья Александрович. Алексей Игоревич, я хотел бы в этом плане поддержать Сергея Александровича, потому что буквально накануне мы на комитете этот вопрос рассматривали. И я был одним из тех, кто говорил о том, что этот вопрос на сессию выносить не стоит. При всем уважении коллегу Геннадьевичу, ставить в такое положение орган, который принимает решение, когда каждый из нас голосует персонально за каждого кандидата, мне кажется, не совсем верно, не совсем правильно. Когда мы вчера говорили именно об этой кандидатуре, мы очень просили вас рассмотреть возможность эту кандидатуру либо отозвать, либо найти какие-то иные варианты. Но то, что происходит сейчас на сессии, мне кажется, честно говоря, не очень правильно. Поэтому, раз предложение от докладчика поступило, я предлагаю поставить вопрос с его предложением на голосование, стоит ли рассмотреть кандидатуру, названную сегодня на сессии. Если сессия примет решение не рассматривать, эту кандидатуру не рассматривать и вернуться к этой теме на следующем профильном комитете. Спасибо. Коллеги, мне кажется, справедливое предложение, Илья Александрович, сначала проголосовать по сути предложение, а потом, если потребуется, рассмотреть кандидатуру. Ни в коей мере не вмешиваюсь в компетенцию и поставил, и напомню я с обращением в данном случае. Как юрист могу сказать, здесь отсылок очень много на то, что кто-то сталкивается или имеет опыт юридической работы. За моей спиной тоже указ президента и могу что-то позволить себе сказать. Не совсем понятно и считаю все-таки, не совсем правильно принятое вчера на комитете решение в силу следующего. Первое назначение этого мирового судьи состоялось в 2012 году. Он в Уярском районе сначала исполнял обязанности судебного участка. Второе его назначение законодательным собранием осуществлено в октябре 2016 года, при тех же самых основаниях, которые вчера послужили отклонением. Илья Александрович, индивидуально к вам обращаюсь. Октябрь 2016 года. Я не знаю, были ли вы уже в том созыве. И как принятие голосования там осуществлялось. Можно поднять документы и посмотреть. Может он единогласно прошел. С тех самых оснований. Если позволите, у нас в этом созыве изменился профильный комитет, рассматривающий соответствующие инициативы Красноярского краевого суда. Коллеги, коллеги, вот я вижу, что горит еще много микрофонов, но тем не менее, мне кажется, позвучало правильное предложение. Давайте сначала к самой инициативе отнесемся, потому что мы по факту сейчас уже приступили к обсуждению. Вопрос мы, может, и рассматривать пока не будем. Вот я все-таки предлагаю проголосовать по сути предложения. Включаем, тогда вернемся к рассмотрению. Коллеги, давайте проголосуем. Сергей Садович, у вас принципиальное дополнение? У меня принципиальное дополнение. Олег Геннадьевич, на мой взгляд, вы злоупотребляете правом пользования микрофона, потому что вы сейчас провоцируете законодательное собрание на обсуждение кандидатуры. При этом не упоминайте, что в 2016 году мы назначали на трехлетний срок исполнения полномочий этого судью. На пятилетний. На пятилетний срок. Но изменилось законодательство, и нам сейчас предлагается назначить его на должность мирового судьи бессрочно. Бессрочно. При тех фактах биографии, которые мы вчера обсуждали, на мой взгляд, это неприемлемо. Коллеги, я еще раз предлагаю все-таки сейчас закончить с обсуждением, или точнее, возможно, поставить его на паузу. Мы, по сути, с вами обсуждаем кандидатуру. Давайте сначала примем решение, что мы к этому вопросу относимся. Лена Евгеньевна, Ирина Геннадьевна, прошу вас, давайте проголосуем. У меня просто вопрос, который мы поднимали в прошлом созыве неоднократно. Если комитет рассмотрел вопрос всесторонний, принял по нему решение, мы сейчас будем подменять собою на сессии мнение комитета. Мне кажется, нужно голосовать не по мотивам, обсуждая кандидатуру, ее уже обсудили. Просто давайте определимся вообще, будем мы этот вопрос рассматривать или нет. Именно это я и предлагаю. Коллеги, давайте поставим на голосование, рассматриваем предложение, поступившее по этой кандидатуре, или откладываем, как предлагает комитет. Алексей Игоревич, я хочу привести маленький пример. Вот нам просто коллеги рассказывают, если мне память не изменяет, Николай Викторович, господин Фуга, уважаемый человек, без каких-то пятен репутации, без родственников, не прошел с первого раза на вот эту должность председателя. Он прошел к валификационную коллегию, но не прошел комиссию при администрации президента. Ему пришлось вернуться заново, он прошел заново к валификационную коллегию и потом вышел на администрацию. То есть ничего не случилось, так сложились обстоятельства. Что там поменялось, мы не будем. При этом, еще раз повторяю, там нет никаких вопросов к уголовным, к каким-то конфликтам интересов. В этом плане эта практика нормальная. И говорить о том, что орган, который назначает, что-то нарушает, я считаю здесь просто некорректно. Я привела пример на председателя Крайового суда. Спасибо, коллеги. Давайте ставим на голосование вопрос по поводу включения этого предложения к обсуждению. Кто за? Кто за? Комитет озвучил свое мнение. Не отложить рассмотрение. Рассматриваем сейчас, да или нет. Решение не принято. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова